В предыдущем выпуске шоу «Кто хочет стать игроманом» Ну, давайте встречаем Даниил Турчанинов из Кисловодска В каком государстве происходит событие игры «A Plague the Innocence»? А. В Королевстве Великобритании Б. В Королевстве Франции С. В Соединенных Штатах Америки И. Д. На Руси Название где-то проскакивало, но я ничего не услышал Давайте я тогда это пользование интернетом возьму Хорошо Время окончено И вы прямо вот в последнюю секунду Успели найти ответ Что мы все-таки в итоге делаем? Пускай лучше право на ошибку будет Хорошо, игрок берет подсказку «Право на ошибку», которая сейчас она ему даст прям идеальный ответ И первый вариант, который вы называете? Франции Ответ принят И правильный ответ В. В Королевстве Франции вы были правы Ох, ох, потратили две подсказки на одном вопросе, но зато сохранили право продолжить игру Как называется самая интересная и запоминающаяся миссия в Far Cry 3, где главному герою нужно было поджечь посевы конопли? Нет, слушайте, если сейчас вы ответите неправильно, вы уходите с игрой за 50 рублей Если вы не хотите отвечать, вы заберете игру за 500 рублей Если же, если же вы ответите сейчас правильно, у вас будет сезонный пропуск и вы продолжите свою игру Пускай жаркий день будет Тем более, все-таки, все-таки будете рисковать Да Окей Конечно же Жаркий день Могла бы так называться миссия, но такого названия вообще нету в играх серии Правильно, отвертце осиное гнездо К сожалению Это неправильный ответ В игру вступает Георгий Серов Вот сейчас мы с вами и узнаем, насколько высоко он сберется при помощи такой сильной любви к играм Какое основное оружие ближнего боя имеет главный персонаж в серии Half-Life? Пусть будет монтировка Окончательный ответ? Да Ответ принят А, ну, по сути, это была монтировка, да Так, ох ты ж, мать моя честная Сирена финальная Звучала А, ну, по сути, мать моя честная Добрый вечер, дорогие друзья Вы смотрите шоу «Кто хочет стать игроманом» Это единственное шоу, в котором, отвечая на вопросы, можно выиграть игры на ПК в Steam Да, мы их прям раздаем налево-направо, но перед этим нужно очень хорошо постараться У нас как бы бывает легко, средне и тяжело Это я про вопрос, конечно же А вот для нашего игрока из прошлого выпуска, Георгия Серова Георгий, привет Еще только все началось, как говорится Я еще даже не успел ему задать третий вопрос, как прозвучала на прошлой программе Сирена И он даже еще не успел почувствовать ни сладкую победу, ни горечь поражения Ну что ж, Георгий, вам еще только предстоит продолжить свое восхождение наверх Собственно, на что мы остановились? Вы ответили на два вопроса И сейчас будет звучать третий Его стоимость DLC за 30 рублей Посмотрим, как он звучит Сразу не будем тянуть, как говорится И вот он третий вопрос Сколько главных героев в игре Grand Theft Auto V? А2, B3, C4, D5 Если я помню, в Grand Theft Auto V есть третий персонаж Майкл, Фрэнклин и Тревор Три окончательный ответа Ответ принятый, это правильный ответ А только вы... Отпрошу вас немножко поправить Вы сказали в четвертой части Вы на самом деле в пятой А, тут GTA V, да, вы сказали в четвертой В четвертой был только один персонаж Вот Хорошо, четвертый вопрос И вот как он звучит Кто такой Геральт из Ривии? А, сотрудник налоговой службы В, B, колдун в цирке С, железнодорожный рабочий Д, один из последних ведьмаков Эм... Д, один из последних ведьмаков Окончательный Это правильный ответ Пятый вопрос И правильный ответ на него Принесет вам первый нескоримый выигрыш Это игра за 50 рублей Как называется игровой режим А иногда это и жанр В котором игрок действует По роли определенного персонажа А, роуплей Б, мультиплеер С, летсплей Д, синглплей Если мне не мешает память То это, кажись, роуплей Окончательный ответ Конечно же это роуплей В жанре он звучит как РПГ То бишь Роуплей гейм А вот в режиме Он сокращается до РП Это правильный ответ Ну что ж Первый нескоримый выигрыш У вас уже в руках Он уже у вас никуда не потеряется Вот мы почти каждого участника В нашей программе Спрашиваем про его любимые игры Или лучше даже Лучшие даже для него игры А вот у вас наоборот То есть я хочу спросить вас наоборот У вас когда-нибудь были такие игры В которые вы как бы посмотрели Трейлер Пощупали игру Прошли и разочаровались Было такое? Нет Насколько я помню Не было такого ощущения Угу А, хорошо Для вас какая самая лучшая игра Из которой вы все прошли? Ну, какая-то вот такая прям Яркая, выделяемая На этот вопрос Очень сложно ответить Но Кажись я выберу Need for Speed to Run Угу А чем она вам так понравилась? Она немножко отошла от серии? Стала такая более Более форсажной что ли? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И он должен попасть в первое место, чтобы его не убили банды всякие, не арестовала полиция. Ну, кстати, сейчас, перед тем, как я задам шестой вопрос, есть еще один такой вопрос для меня интересен. А чем вы еще увлекаетесь помимо игр? Может, есть какое-то у вас хобби, увлечение? Ну, я очень люблю рисовать всякое разное, ну, логотипы телеигр, логотипы разных pay-per-views в WWE. А вы тем самим как-то увлекаетесь, или вы, может, ходите в какое-то художественное образовательное учреждение или что-то такое? Сам занимаюсь этим. Хорошо, вот мы до этого вопроса общались с вами на тему ваших любимых игр, вы сказали, что это Need for Speed The Run. И вот сейчас-то как раз мы можем вас немножечко подловить, насколько вы хорошо знаете вообще серию Need for Speed. Шестой вопрос, и вот как он звучит. Да, ну, мне вопрос такой заданен. Это легкий вопрос. Это на самом деле все знают, кто в Need for Speed играет. Это очень легкий вопрос. DBV M3 GTR. Окончательный ответ. Вы в точку бьете, или вы знаете? В точку. Хорошо. Ответ принят. Так. На этом автомобиле Райан Купер, главный персонаж Most Wanted 2005 года, прибыл в Рокпорт. Это город, где происходят события. Он теряет ее во время гонки с Рейзером, главным злодеем части. Для того, чтобы заполучить свою машину Амрата, он побеждает соперников в черном списке. И когда главный герой побеждает, главного злодея Рейзера, он получает свой BMW M3 GTR обратно. Это правильный ответ, собственно. Фух. Но вы хорошо так сейчас ударили в... Хорошо сейчас ударили прямо в точку. Я сначала думал, что вы начнете сомневаться. Потому что вы такие, типа, сначала... Я же знаю, серию не спустит. Хорошо. Седьмой вопрос. И он вам уже принесет при правильном ответе игру за 100 рублей. Вот как он звучит. Какая часть Assassin's Creed происходит в золотую эпоху пиратства? А. Assassin's Creed 3 Б. Assassin's Creed 4 Black Flag С. Assassin's Creed Rogue И. Д. Assassin's Creed Origins Ну... Я в Assassin's Creed очень давно играл. Кажись, это Assassin's Creed 4 Black Flag. Что-то знакомое мне. Напомню, если вы сомневаетесь, или у вас в чем-то есть какие-то сомнения. У вас есть три подсказки, я напомню, с прошлого выпуска. Это 50 на 50. Помощь интернета и право на ошибку. Если вы не сомневаетесь, можете бить сразу. Ну, сразу скажу, третий Assassin's Creed точно не подойдет. А вы хотя бы помните, про что сюжеты вот этих ассасинов, или хотя бы некоторых ассасинов, которые здесь представлены? Третья, Rogue Origins. Абсолютно не помню. А сами не играли? Хотя бы в какую-то часть. Ну, да. Кажись, четвертую. Но это было давно. Где-то в 2015-е-то там. Не знаю. Ну, предположу, что это Assassin's Creed IV, Black Flag. Окончательный ответ? Пожалуй, окончательный. Да. Ответ принят. В историческом периоде протагонистом является Эдвард Кенуэй. Отец Хентма Кенуэя и дед Конора из Assassin's Creed III. То бишь, это уже не Assassin's Creed III. Потому что там был Конор. Действие этой игры разворачивается в золотую эпоху пирас, как уже было сказано, в Карибском море на низких островах. В том числе Ямайки, Куби и Багамах. И правильный ответ... Б, Assassin's Creed IV, Бэк, Бэк, правильно. Потрясающе. Да. Вы до сих пор сохранили все три подсказки. Итак, восьмой вопрос. Вот как он звучит. Какого цвета дракон в серии игр Spyro the Dragon? А, фиолетово-оранжевый. Б, оранжево-зеленый. С, черно-белый. Д, серо-буро-малиновый. Этот дракон красуется на всех обложках серии. Этот дракон очень даже многим узнаваемый. Насколько я помню, Spyro не черно-белый. В основном везде пишется в статьях, что у него... Кстати, вот для зрителей я сразу поясню. Многое спрашивают, а почему тут два цвета? И в одном даже варианте три цвета. Объясню то, что... В основном... Везде пишется на сайтах один цвет. Но... По факту, если приглядеться в образ этого персонажа, мы можем увидеть несколько цветов. Ну, он точно не оранжево-зеленый. Но это вообще был бы... Нонсенс. Рискну, искну, фиолетово-оранжево. Окончательный ответ. С риском. Ответ принят. Как говорится, что уж тут тянуть. Он точно серо-буро-малиновый. И не черно-белый. Потому что вы черно-белый сразу откинули. В основном у него один цвет. Это... Ну, образно, я как говорил, что везде пишется, что в основном у него один цвет. Это... Фиолетовый. А рога, пуза и все остальное у него... Оранжевый. Это правильный ответ. Да. Да-да-да. Интересно. Девятый вопрос. Прошу, кстати, отметить, дорогие друзья. Наш... Рекордсмен на данный момент. Александр Сажин, который участвовал в пятом и шестом выпуске программы. Он тоже дошел до девятого вопроса со всеми подсказками, но на девятом вопросе уже начал их использовать. Посмотрим, как Георгий начнет справляться дальше. Звучит сейчас для него девятый вопрос, который принесет уже весьма весомый выигрыш. Это игра за 500 рублей. Фух. Чувствую, будет сейчас жаркая игра на самом деле. Вот как звучит девятый вопрос. В каком городе разворачиваются основные события игры Bay Day 2? А. Детройт. Б. Нью-Йорк. Ц. Вашингтон. Д. Нью-Мексико. Чувствую, по вашему выражению лица про Bay Day вы даже вообще ничего не слышали, да? А. Нет, просто накаливается напряжение. У меня аж... А с недавнего времени... А с недавнего времени мы для участников и музычку включаем, чтобы еще больше подгорало. Интерес. Как ответить? Да уж, да уж. Ну, посмотрим. Ну, Нью-Мексико никогда не слышал, чтобы в этом месте проводились какие-то события. А. Детройт? Вполне себе. Может быть, может быть. Напомню, что у вас есть три подсказки. 50 и 50. Помощь интернета и право на ошибку. Вы можете их использовать в любой момент, в любом удобном случае. Что вы сейчас первое для себя отбросили? Это Нью-Мексико. И что, может быть, еще что-то, может быть, отбросите сразу? Что у вас вызывает очень большие сомнения? Ну, скажу вот что. АБ и С, ну, очень близкие по себе ответы. Ну, С, прям, где-то задевает сердце, как я скажу вам. Так что, с риском и с Аминим, скажу, что это С, Вашингтон. Без подсказок. Без подсказок. И я это скажу. Это мой окончательный ответ. Что ж. Я после таких слов прям просто вынужден принять ваш ответ. А теперь смотрите. Этот город становится крупнейшим криминальным центром. Во второй части этой серии открывается преступная организация Crime.net. Игрок, когда играет в эту игру, он постоянно обращается к планшету Crime.net, где у него выходят всякие миссии. Игре уже достаточно много лет, она до сих пор обновляется, хотя разработчики уже не раз говорили, что по идее они перестанут обновлять, впускать для него дополнения. И этот город... С, Вашингтон, правильно. Потрясающе. Блин, я трясусь. Я трясусь. Вот что, дорогие друзья. Георгий сейчас официально становится рекордсменом, дойдя до десятого вопроса со всеми подсказками. Мне кажется, они Георгию вообще не нужны. Дайте мне минуточку. Конечно. Мы сейчас можем вам дать, конечно же, минуточку. Ой, спасибо тебе. Как вы так... Вот как... На чем вы вообще основывались? Вы же вообще не играли в Payday, я так понял. Ну, если я вспоминаю правильно, то я, кажется, играл в Payday, в демку в Steam, не было 10 лет. Вот знаете, дорогие друзья, вот сейчас Георгий вам дал прям просто точное указание. У многих сюжетных игр есть демки. Если даже вы в какие-то игры не можете себе позволить, или, ну, приобрести, там, посмотреть, вот так, подобно, есть два варианта. Первый официальный, второй неофициальный. Первая официальная, это установить демку из Steam, потому что у многих игр она есть. Вторая, торрент. Ну, торрент я лично осуждаю, поэтому лучше поддерживать разработчиков прямо конкретно и по существу. Ну что ж, десятый вопрос, который при прайменном ответе может вам принести сезонный пропуск, то бишь к любой существующей у вас в Steam игре, или на данный момент, который у вас сейчас не существует, но вы соберетесь приобрести, вы можете выбрать сезонный пропуск, то бишь абсолютно залюбуется. Ну и так, вот как звучит десятый вопрос на сезонный пропуск. Какой по счету нынешний логотип у студии Ubisoft? А4, B5, C6, D7. А4, B5, C6, D7. О, B5, C6, D8. А вот уже и... немного сложно. Ну а что ж вы хотели? Десятый вопрос. Больше половины пути уже позади, как говорится. конечно да и не хотелось бы использовать подсказки для этого десятого но все же рискнула я использую подсказку 50 50 хорошо мы убираем два неверных варианта ответа c6 и d7 насколько я понимаю ух ты вас в вас стало хорошо слышно вас там прям стало очень хорошо слышно так насколько я понимаю у моих игр кажись 5 логотип ubisoft или четвертый не помню кажись я воспользуюсь еще одной подсказкой право на ошибку ну что ж это прям без проигрышный кстати вариант первый раз в истории программы участник использует эти две подсказки воедино то бишь если вы используете 50 на 50 и право на ошибку это вам прям просто гарантированный выход вперед потому что остаются два варианта хорошо игрок берет подсказку которая называется право на ошибку так и я вынужден теперь просить у вас первый вариант ответа давайте перескнем 6 ответ принят так но собственно не буду долго тянуть потому что вы взяли права на ошибку это правильный ответ да это правильный ответ шестой логотип сейчас использует компания ubisoft такс дорогой георгий 11 вопрос сейчас будет у вас впереди но перед этим я хотел бы вас спросить вот о чем сейчас на момент выхода выпуска уже двадцать первый год на дворе всем я естественно вас поздравляю но такой вот вопрос в двадцать первом году тоже выходит очень много игр у нас вышли новые консоли у нас сейчас старт прошел в прошлом году нового поколения консоли вы что-то для себя интересное подыскали может быть какие-то новые игры которые бы хотелось очень сильно пройти ой ну если сказать для playstation 3 то я выбрал себе midnight club не-не-не-не вы немножко не так поняли мой вопрос я спросил про игры которые вышли выйдут в двадцать первом году какую вы бы себе такую игру подыскали и хотели бы пройти а идите вообще за новинками которые вскоре будут выходить ну да следил следил особенно мне понравилась игра который выйдет следующем году ватч ток свечи она уже вообще-то выше а это выше еще в прошлом году да да вы как-то пропустили релиз спали наверное были в спячку но она уже вышел до а во вторую часть вы не играли вот вы упоминали первую часть то что вы поигрывали в нее в прошлом выпуске а вторую часть не пробовали нет но смотрели где-то прохождение может быть какие-то интересные моменты подробности да идем так ну чтож сейчас будет звучать 11 вопрос даже если вы неправильно ответите на 11 вопрос у вас осталась одна подсказка это помощь интернета даже сегодня неправильно 3 11 вопрос выигрыш десятого вопроса у вас в кармане он уже никуда не пропадет и так ну что ж георгий 11 вопрос и вот как он звучит какая игра не входила в стартовую линейку игр на консоли sony playstation 4 а killzone shadowfall b battlefield 4 c just dance 2014 и d assassin's creed rogue мммм окей 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 мммм Я, кажется, помню, что Just Dance 2014 входила в эту линейку игр. И если я точно ещё помню, Assassin's Creed тоже входил в такую линейку, и с этим выбор у меня между Battlefield и Killzone. Сейчас бы я компьютер здесь принести, чтобы помощь встала... Ой, помощь интернету... Давайте, смотрите, как сделаем. Вы мне сказали, что у вас достаточно слабый ноут. Мы не можем показать зрителям сейчас при подсказке помощь интернета экран, к сожалению. Ну, так получается, что у человека просто слабый ноутбук, и он не сможет потянуть одновременно и Discord, и браузер. Если вы хотите сейчас использовать подсказку помощи интернета, вы принесётесь в ноутбук и постарайтесь за 30 секунд найти правильный ответ в интернете. Мы тогда так поступим, раз уж такое дело впервые в программе. Обычно просто мы показываем экран, но для достоверности, чтобы всё честно. Но так как, наверное, мы доверие это уже ваше получили, как таковое, Георгию можно позволить такое. Ну, это вопрос слишком сложный. Ну, а что ж вы хотели? Это вопрос, если вы правильно на него ответите, вы выиграете игру за 1000 рублей. Да. А игр на 1000 рублей очень много, можно прям просто хоть завалиться. Ну, давайте, хрен ли я, давайте рискнём Battlefield 4. А вообще, вот, перед тем, как я, если вы ещё не сказали, что там ваш окончательный ответ, я вам задам вопрос. Про какую-то из этих игр вы слышали? Может быть, довелось где-то видеть, смотреть какие-то прохождения? Да. Я видел прохождение этих игр. Всё равно риск или, но... А вы ничем не рискуете? Какой тут риск? В принципе. Ну, тут сейчас риска для вас нету. Вы сейчас, если ответите неправильно, вы заберёте тот выигрыш, который у вас, собственно, сохранился. Это сезонный пропуск. Но, опять же, я вам даю шанс использовать подсказку про помощь интернета, но вот без показа зрителям экрана, но при этом вы можете сейчас сами вот взять просто ноутбук и попытаться набрать... Или хотите рискнуть, и если у вас, типа, это будет правильный ответ, оставить подсказку на 12-й вопрос. Я просто вот сейчас... Я всё-таки... Я всё-таки оставлю подсказку, скажу B Battlefield 4. Окончательный ответ. Хорошо. Я принимаю ваш ответ. Статую линейку игр на Sony PlayStation 4 не входила... Assassin's Creed Rogue. Ответ А. Ответ... Отточнее, не А, ответ Д, да. Ну, скажу так. На самом деле, в стартовой линейке была Assassin's Creed 4. А вот Rogue по геймплею, по интерфейсу, по особенностям, она схожа с Black Flag. И, по сути, если так посмотреть, ну, она вышла чуть позже. То есть, сначала Assassin's Creed 4 вышла, она была портирована с PlayStation 3 на PlayStation 4. И потом вот вышел Rogue. Такие вот дела. Но... Я ощущаю. В любом случае, я хочу сказать, что это была отличная игра. Просто в некоторых моментах про те игры, которые вы даже чуть-чуть поиграли в демо-версию, а демо-версия не позволяет долго играть в игру. Она там час максимум, там полчаса-час. И всё, и вы идёте, короче, просто до конца, и вас пишут, да, конечно, демо-версии, всё, и больше вы ничего не знаете про эту игру. И если... Ну вот, вы меня порой даже удивили на некоторых вопросах, но вы, конечно, во-первых, у вас сезонный пропуск в любой игре, это раз. Два, вы чуть-чуть, но рекордсмен нашей программы со всеми тремя подсказками дойти до десятого вопроса. Прат, а две использовать на десятом, но это выигрышный был вариант в любом случае. Ух! Всем бы... Всех бы таких участников в нашей программе, чтобы испытывать непосильные эмоции, как и участнику самому, так и ведущему. Желаю вам в дальнейшем пройти какие-нибудь новые игры, неважно, на ПК это будет или на PlayStation 3, но... Желаю вам ещё, кстати, улучшить свой, так скажем, ПК, грубо говоря, чтобы... Ну, или консольку, хотя бы четвёртую взять, PlayStation 5, конечно, сейчас не посильно, но четвёртая сейчас уже удешевилась, поэтому можно спокойно где-нибудь с рук взять спокойно и гонять в любимые для себя новые игры. Вот, ну и удачи вам в дальнейшем в хобби и не только. Спасибо большое. А мы с вами переходим дальше, дорогие друзья. А следующий наш игрок прозвал себя геймером-работягой и хардкорным козуалом. В наших глазах он даже показался этаким ретро-геймером, потому что его первые игры были это GTA Vice City и второй классический Doom. В игру вступает Максим Шурыгин из посёлка Афинский, что находится аж в Краснодарском крае. Вот сейчас мы и узнаем, на какой сложности для него окажутся наши вопросы и поможет ли ему в этом, как бы, как бы это сейчас странно бы не звучало, хардкорная козуальщина. аж в Краснодарском крае. Всем привет, кто смотрит. Да, приветствую вас тоже, Максим. Для начала, так скажем, стартовые вопросы от меня. Вам 24 года уже, да? Да, вот уже. На момент заявки, когда вы подавали, было 23. Это был сентябрь месяц. Вам стукнуло 24 в ноябре. Со скольки лет вы лично вот играете в игры? Вот если вот так вот взять. Когда вот первые игры свои проходили. Ну, был бы, наверное, полноценным прохождением это назвать сложно, потому что запустил, поиграл. К тому же, это были не свои компьютеры. ну, не знаю, лет ой, пять. Да, вот, наверное, настолько это было давно. Не зря он, потому что в наших городах оказался. Да, я помню, я еще жил в другом городе, очень маленький. Как-то меня посадили за Vice City. Это прям даже ответ на вопрос, какая была первая игра. Сразу, сразу. Да, да, да. Я уже как бы упомянул это выше. Не все, наверное, поняли значение своего сочетания хардкорный казуал, что это я объясню для зрителей, это означает, что большинство игр вы проходили на легкой сложности. Поэтому так вот. В защиту Максима вот лично я скажу, что некоторые люди проходят игру почему-то на легкой сложности, потому что они не хотят запарываться. Они хотят играть в свое удовольствие, чтобы им это как бы не было... Наоборот, было легко, чтобы вот так вот, знаете, когда какая-то игра понравилась, вы такие подумали, почему бы ее не пройти, проходить ее на легкой, не спеша, заходя во все там уголки, щупая там все побочки и тому подобное. Просто для того, чтобы было приятно проводить время в играх, а не выходить из них и потом такой, типа, вам нужно потом после того, как вы вышли из игры, чтобы у вас там большого огнетушителя не было для тушения, так скажем, пожара. Дискнуть для того, чтобы погрузиться именно в сюжет, не запариваться над тем. Да, чтобы просто игры не вызывали дискомфорт, вот и все. Кстати, про Doom Eternal, у меня лично такой вопрос. Вы писали, что прошли... Это одна из таких игр, которые вы прошли на средней сложности. Это первая игра, которую я прошел на сложности больше, чем легко. Расскажите, как вам лично эта игра? 10-10. Лично для меня, опять, это все, как говорится, оценочные суждения. Для меня игра просто прям вообще... А Doom 16-го года проходили до этого? Конечно, конечно. Все, прям... В 16-й год начал вот этот вот перезапуск с... Опять же, тем, что понравилось, то, что они как-то начали развивать сюжет, как бы, все, все вот это вот. То есть, Doom раньше как-то тот же самый первый, там, второй, ну, третий, можно там... Все, лирика. Есть космическая станция, там монстры, стреляют, убивают. Ну, как я это, наверное, понял. Ну, опять же, не сильно я у них... Doom 16-го, прям, там, станция, вот эта энергия, все, вау, и вытернули, там, вот это вот все прям вообще начинается. Ужики даже в какой-то... Причем различия 16-го и тернуло то, что в 16-го как-то больше научно, а вытернули, они уже просто пошли вместе. А вот, и чтобы, чтобы вот так вот сейчас косвенно не затрагивать, чтобы косвенно не затрагивать, может быть, мало ли кто не прошел дополнение первое для Doom и тернуло, ожидаете ли вы вторую часть дополнения? Конечно. То есть они как лихо так закрутили сюжет, там, дыром, но это я не буду рассказывать, это уж... Это спойлеры, спойлеры мы спойлеры осуждаем. Да, но я сам не люблю спойлеры, поэтому как-то так. Хорошо, давайте-ка быстренько пройдемся по нашим правилам, вас впереди ожидает 15 вопросов, главный приз 3 игры на ПК при правильном ответе на 15-ый, 2 нескоримых выигрыша на 5-ом и 10-ых вопросах, и, собственно, три подсказки. Это 50 на 50, помощь интернета и право на ошибку. Так как вы смотрели первый сезон, мне нет смысла объяснять, что дают нам подсказки. Сегодня я даже пересматривал. Ух ты. Хорошо. Готовы? Да. И для Максима Шургина из Афипского, Краснодарский край, начинается игра Кто хочет стать игроманом. Так. Первый вопрос. И его цена делился за 15 рублей. Какой персонаж файтинга Mortal Kombat может замораживать противника? Мистер Рефрижератор. Б. Морозко. С. Саб-зиро. Д. Санта Клаус. То, что игра проходит, конечно, почти в Новый год, конечно, Санта Клаус было бы прикольно. Но ответ будет С. Саб-зиро. Это правильный ответ. Второй вопрос. Как называть человека, который слишком много времени тратит на одну и ту же игру? А. Односторонний геймер. Б. Задрот. С. Залипатель. Д. Однолюб. Очень интересно поставлен. Так, залипатель. Ну, залипатель, а злоб сразу мимо. Односторонний. Ну, в ответ Б. Задрот. Это правильный ответ? Ну, хотя односторонний геймер как-то тоже звучит. Ну, просто в жаргоне именно человеческом. Кстати, многие люди называют почему-то задротов тех, кто проходит, ну, и человек проходит разное количество игр, там, прошел одну, прошел третью, пятую, десятую. Таких людей, таких людей надо называть геймеры или игроманы. А задрот это именно тот человек, который постоянно сидит в одной игре и долбит ее, долбит, долбит до бесконечности. Ох, ну, ладненько, вы отгадали, идем дальше. Какие противники в серии Сириус Сэм нападают огромной толпой и очень громко орут? А. Безголовые камикадзе, Б. Голодные школьники, С. Переработавшие шахтеры, да нелюди. Недавно играл в Сэма, господи, мне начинаются флэшбэки. Четвертый, третий, буквально перед четвертым я третий проходил. Идешь себе спокойно, тут толпа безголовых камикадзе на тебя с этими криками, господи. Это абсолютно прайдер. Четвертый вопрос. Как называется жанр игр, где игрок в рукопашную сражается против множества противников? А. Битбокс, Б. Иксбокс, С. Сурвайвл, Д. Битэмап. Паш не сражается против множества противников. Ммм. Б. Бокс, Иксбокс, ноу, С. Ну, это битэмап. Это правильный ответ. Вот вроде в вопросах какой-то заключается немножко у вас сомнение, но потом таки подумал. И опять же сурвайвл, сурвайвл, конечно, понятно, что это сурвайвл это одиночное. Если сотрагивать сурвайвл, это одиночная игра, где вы просто выживаете, то ничего такого особого нету. А если вы немножечко спутали сурвайвл с батл роялем, то батл рояль это мультиплеерный жанр, где вы не в рукопашную деретесь, а все, что у вас в руках вообще имеется. Считая даже те же камни. Ну да ладно, пятый вопрос. Кто такой Фредди Фазбер из серии Five Nights at Freddy's? И вот кто же он все-таки? А, ночной сторож бы аниматроник медведь с ведущей новостей Д робот помощник. Тут моя любопытность меня сейчас очень сильно спасает, потому что в Five Nights at Freddy's не играл, но довольно-таки наслышан. Это аниматроник медведь. И это абсолютно правильный ответ. Такс, ну, немножечко так плавненько мы переходим дальше, а когда вы подавали заявку, это был сентябрь месяц, напомню еще раз, вы писали, что собираетесь завести канал. А по состоянию на сегодняшнее время, на начало 21-го года, как у вас с этим дела обстоят? Слово пока что работа. и как раз-таки сентября начался немножко жесткий график, и как бы не особо на это есть время. Сейчас немножечко устаканилось, надо будет делать первые шаги в этом направлении. Вы написали, что любите озвучку, даже получили дополнительное образование, у меня с этим задался вопрос, это вы поступали куда-то после школы или как-то отдельно оплатили где-то обучение? Да, я оплачивал курсы, они назывались телерадиоведущие, а где развучание дубляжа. И сколько у вас у вас на это времени заняло все? Вообще сами курсы шли три месяца, позанимались мы с преподавателями, с действующими радиоведущими, актерами театра, соответственно техника речи, инфляционная, записали, записывали тема, там рекламы, всякие фильмы, в общем было интересно, опыт очень такой. Да и много всяких знаний, которые можно в плане развития речевого аппарата уже дальше развивать. Конечно, за три месяца каким-нибудь Петром Гландцем не стать, но это понятное дело. Хорошо, двигаемся дальше, впереди шестой вопрос, который при правильном ответе принесет вам DLC за 80 рублей. Вот как звучит этот шестой вопрос. Как звучит звание Шепарда из серии Mass Effect в официальном переводе? А. Капитан Шепард. Б. Командор Шепард. С. Агент Шепард. Д. Прапорщик Шепард. Спасибо мне, моя любопытность, опять же. Потому что Mass Effect признаюсь, вообще не играл. Честно. Хочу. Но, может быть, где-то смотрели, натыкались. Не, я говорю, вот, опять же, у вас же был выпуск, то, что там тоже было с Mass Effect связано, тоже в легкую ответил, но так, ответ должен быть B. Commander Shepard. У него никакой агент, прапорщик точно нет, капитан. Как бы, его можно, но, по-моему, официально его звали именно Commander Shepard. А вы официальную озвучку, ну, ицеду английскую не не слышали? Говорю, я вообще со серии Mass Effect. Опять же, недавно смотрел историю серии. Пошла жара. напомню, у вас есть, собственно, три подсказки, которые вы всегда можете воспользоваться. Так, на шестом вопросе. Так как вы смотрели первый сезон, у нас люди их используют даже на начальных вопросах, поэтому туда остается только выбор за вами. Я возьму право на ошибку, ладно. Ладно. Я возьму право на ошибку. Хорошо. Берет у нас игрок подсказку право на ошибку и, собственно, первый ваш вариант. Командор. Ответ принят. Ну, не буду долго тянуть, это неправильный ответ был. А вот сейчас нужно бить в точку. Чет, капитан, серьезно. Отвечайте, а, капитан. Капитан. Ответ принят. Капитан, правильно. Ох, да. У меня прозвучала финальная сирена. Это означает, что на сегодня программа заканчивается и ваша игра продолжится в следующем выпуске. Так что, такие вот дела. Если бы вы ответили неправильно, для вас она сейчас закончилась, но, к счастью, вы сохранили себе это право и продолжите в следующий раз. А я напомню, дорогие друзья, что вы также можете принять участие, как и Максим. Просто зайдите в нашу группу ВКонтакте, прочтите правила, подавайте заявку и вы уже автоматически у нас в программе. Остается только подождать нашего ответа, чтобы мы с вами списались, когда будет дата записи программы. Вот, а на сегодня это все. С вами был я, Александр Моженок и Максим Шурыгин, который продолжит свою игру в следующем выпуске. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok